Привет, дорогой зритель! Сегодня у нас на разбор попал телефон iScreen. Модель у нас под батарейкой. Модель у нас вот такая. Напишу в описании, буду с ним правильно выговорить. Проблема у нас банальная. Как обычно, разбили дисплей. Дисплей заказан с Китая, меняется полностью модулем. Пока дисплей ожидается, на телефон подготовить к замене. Для этого стоит разобрать. Раскручиваем все винты по периметру, которые держат наш корпус, чтобы добраться до материнской платы. Телефон у нас не вскрывался, судя по наличию пломбы на нижнем болту и не мочился, судя по индикатору влажности на батарейке. Так, небольшой монтаж. Все болты у нас выкручены. Что мы здесь имеем? Мы имеем два лотка под сим-карту, слот под карту памяти. Какой-то странный, по-моему, под коррозию. Нет, нет коррозии. И динамик. Также мы имеем сбоку клавиатуру, кнопки включения и выключения, которые необходимо не оборвать. Вот таким вот инструментом подлазим под шов корпуса и отщелкиваем защёлку. Проходим по корпусу с инструментом, расщелкивая его. Защёлок достаточно много. Главное их не обломать, иначе телефон будет закрываться не плотно. Также имеем антенну внизу, которую можно легко повредить. Телефон будет плохо ловить связь. У меня здесь ходят покупатели. Магазин открытый. Хоть цвета у нас сегодня нет, но всё равно мы сегодня работаем. Так, пропустил я один болт вот в этой части. Его там не видно было. Сейчас я его видел. Прокручиваем болты, складываем в крышечку, чтобы не потерять. Видим корпус у нас не снимается. Для этого нам нужно его поддеть и вот таким вот движением отстегнуть вот эту защёлку, которая у нас внутри. Далее, далее, далее. Смотрим, где что располагается. Вот наш лейф дисплея, он самый большой. Боковые клавиши. Боковые клавиши аккуратно мы отклеиваем от корпуса, чтобы их не нарушить. Иначе будем их перепаивать под микроскопом. Хороший клей здесь в этом телефоне. Всё, боковые клавиши у нас отклеены, не нарушены. Отстегиваем шлейф дисплея, берём пинцет и аккуратным движением его вытаскиваем. Далее откручиваем плату. Она у нас держится на двух болтах. Плата откручена. Видим, у нас шлейф внизу ещё один идёт. Аккуратно поддеваем плату. Стараемся её приподнять. Плата приподнялась. Смотрим, что куда идёт. Нет, шлейф это у нас на дисплей шёл. Здесь у нас приклеено было. Снимаем антенну, чтобы её тоже не отрывать. И убираем плату в сторону. Далее требуется отклеить вот эту наклейку. Потому что она будет мешать нам вытащить шлейф. И в дальнейшем приклеить новый. Отклеиваем аккуратно, так как там написано EMA, чтобы их не нарушить. И не остался без EMA потом в случае прошивки. Отклеиваем шлейф. Шлейф у нас отклеим. Также отстёгиваем шлейф вот отсюда. Есть. Берём карточку. И начинаем срезать. Срезаем дисплей. Новых средств дисплей обказать не буду. Думаю, в принципе, все разберутся. Дисплей у нас сбитый. Снимаем как хотим. Очищаем от клея и вклеиваем новый дисплей. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.